ЛЕЖАЙ, СОКИ ЛОУСКИЛЬНЫЕ! ЧИТЫ БАН! О, 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 О! О, 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 СУБАИЧ! Я не знаю, как такой проиграть можно, это позор вообще, вселенского масштаба. АЛЕКСАНДР ЛЕВНИКС, АЛЕКСАНДР ЛЕВНИКС, АЛЕКСАНДР ЛЕВНИКС Манкикинг в первой стадии от ЕГЭ, вот это прикольно. Ну это вряд ли core, это они просто, походу, так флексят. Вован, нун, можем, можем сейчас с ним сколапиться. А Ванёк, Ванёк сказал, что он на матч Бэтбум придёт. А, он на Бэтбум скажет, Вован хочет. Ну я одну игру, наверное, посмотрю с Вованом, одну с Пьюром. Чё за финт вообще? Он типа супер уверен, что это МК-мид, поэтому берёт СФ? Очевидно же, что это МК... Кто это вообще? МК? МК кто? Или нет, или Бэт-мид против СФ? Да, Kotl 3, МК-4. Так, ну чё, погнали. Ну мне нравится и PGG чуть побольше. Но у Астра очень хороший тимфайт, прям очень сильный. Но тут всё будет зависеть от того, как Бэтрайдер сыграет. Вот он прям здесь ключевой персонаж. Ммм, блин, Сумейл на миде, на СФ против Бета. Тоже интересно посмотреть. Ну короче, если у Бета будет игра, если у Бета будет игра, я считаю, что у ЕГЭ всё, ну, в разы лучше. Kotl опять же тоже активный герой, поэтому я вот ХЗ. Как тут вообще в миде будет дела обстоять? Так, в топе Бобока. Есть фласка переложенная, поэтому сразу отпить не может. Но вроде его и так пока с ним убивает. Вообще Марс удивительно, смотрите. Два Брейсера, Аркан и Дайгер. Ну то есть пока что не пахнет никакими аурами. Хотя с этих Аркан, может быть, он потом купит Грисы. Но тут больше Пайп хочется иметь. Активка. Видимо, что Реслит активка в топе, это Аркейн. Нападает у нас на Бета. Ой, на Дизраптора у него есть Глимс, поэтому нападение само по себе как будто бы ненужное. Есть Лассо, нажимает у нас на Бобоку, Бобока. Есть еще и Бочка. Это просто килл. Это просто килл для Бета. Если он еще заберет Руну, там два Кайла. Первый, второй. И есть Глимс. Да, он скорее всего умрет 100%. Но зато забрал Руну. И по идее, если они сейчас потрейдятся, здесь пришел Таак Мэтью. А пассивка в два? Нет, у него второй. Но Сумейл на стиках. Блин, как хорошо он дожит на самом деле. Чувствует этого МК. Не зря его в первой стадии брали. В итоге показ все-таки добивает у нас этого Дизраптора. Хорошо сместился тоже. Не, у ЕГЭ, конечно, поприкольнее сейчас вообще все. Вот с учетом того, что мид не выигран, ЕГЭ сейчас фавориты, в моем понимании, в этой игре. Кстати, если ЕГЭ, получается, выигрывает эту игру, а следующую выигрывает у Бэтбум, то они автоматически, как я понимаю, выходят. И потом будут Астер играть с Бэтбум. И кто из них выиграет, тот, по сути, и останется. Вот. Другая команда вылетает. Так, вот. Кстати, как раз-таки пошел у нас Бэтрайдер двигаться по сайдам. Есть у него Лассо. Убивают у нас XXS. XXS в итоге решил Арканы не покупать. Купил себе Фейзы. Идет в Блинк. Я вообще не понимаю логики пикать Марса в этой мете. Это пипец, как странно. Но если подойдет Бэт и заранее прилетит. Да, 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 да. Так. XXS напали на него. Но XXS-то на самом деле под тиммейтами стоит. В итоге умирает у нас показ. Прилетает у нас два тиммейта его с топа. XXS разменяют. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели не добьют никого? Нет, XXS умрет. Но Дезераптор, как я понимаю, живет. В итоге Виспер очень жестко кайтит здесь всех. И задувает еще у нас... Не, ну вообще трейд неплохой для ЕГЭ. Но я вот думаю, как будто бы показ рано напал. То есть ЕГЭ должны были заранее лететь, и он уже нападал. Но в итоге, с учетом того, что у этого котла 5-тысячный Творца, вышло все максимально, более чем идеально, я бы даже так сказал. Ну и... Но Сумаил тоже без игры здесь абсолютно. Вот он вроде ни разу не умирал, но так как его очень сильно зонят, он не может подойти к рипам, потому что он сразу умрет. У него нет Нетворца. И вот он вынужденный Сэфи вот такие вещи делать. Выходит у нас... Ой, почему Лоссо нажимается на Дезераптора? Окей. Дезераптор умирает. Ставится арена от Мэйти. Бегут дальше за Сумаилом. Сумаил. Очень сильно его, на самом деле, Бабока хилит. Но его откатит. Его откатит. Пролетает XXS. Сумаил точно здесь умрет. Бабока точно здесь умрет. ЕГЭ очень четко реализует свои тайминги. Приходит у нас еще и Мане. Кидает баночку на тягу. Бабоку нужно отдавать и бежать самому как-то. Но в итоге успевает дотянуться. У нас Саларбайн давно... Виспер и Мане, в итоге пришедший своему симмейту на помощь, также умирает. В итоге трипл килл у нас от бета. И просто райтклик МБКБ он уже собирается себе покупать. И это все еще без показа, который просто ФК фармит. Ему уже летят молнии. Вон топ-3 Нетворс. Посыпались астеры. Блин, вот это ЕГЭ в Бо-1, понимаете? Вот дефолтный ЕГЭ в Бо-1. Что-то какой-то Виспер на котле появился, у которого просто 6600 на 11-е у чела, чтобы вы понимали. Поставил себе арчит в кикбай. Соляру будет заливать. Cold hands пишет у нас панда. Холодно получается там на арене. Ну я не знаю, сейчас как-нибудь, я думаю, разрулит это организаторы. Должны же какие-то грелки быть, еще что-то в таком духе. Это, кстати, самое, наверное, хреновое вообще, что может быть, когда ты играешь с холодными руками. Я эти штаны и погнал. Это первый совет, который мне Корбан на лане дал в Китае, когда я за империю начал играть. Он был у нас менеджером, я ему сказал, Диман, у меня пипец, руки холодные, она мне сейчас официалку играет против Нюби. Он говорит, это что-то просто яйца... Ой, руки в яйце, штаны засунь, и все нормально будет. Я говорю, ну на меня камера, типа. Он говорит, ну тогда на шею. Шея тоже всегда теплая. Не, ну вообще, поплыли тут уже Астер со своим драфтом, со своим марсом сратом, у которого дайгера нету даже. И даже не близко его еще не будет. У него вообще 4000 на торсе. Они вообще в War Chit решили играть. Monkey King тоже пошел War Chit. Так. Подходят тиммейты. Ну тут сапики сейчас будут астеров просто разваливаться. ВКБ нажимает уже бет. Умирает Мэтью или не умирает? Ну Мэтью добили. Но это размен опять в пользу... В пользу команды EGM. Сумейл, потому что тоже 100% умрет. Выживает еще бетрайдер. Мане вообще, кстати, только что Радик дофармил. У него худший тайминг на алхимике, наверное, который я видел вообще. На 16-й минуте. Градианс. Так. И возвращают под вард у нас показа. Можно похилить его. Не попал. Или сейчас ночь. Сейчас ночь. Или даже ночью сейчас иллюминаит хилит. По идее, сейчас даже ночью иллюминаит должен хилит. Короче, не шарю я за котла. Ну не знаю, грустно. Они с алхимиками 7000 проигрывают. Но у него вообще нет натворца на алхимике. Вот я сколько смотрел за другими алхимиками. Даже в самых худших вообще играх, где у них там, не знаю, 0.5 линия, они все равно, ну, нормальным натворцами. А у него вроде одна смерть. Не знаю. Очень странно. Ну вот я не уверен, что Monkey King должен во второй арчит здесь выходить. Одного достаточно будет точно. Если, например, МК здесь купит пайп, это просто команду Radiant настолько сильно ослабит, что, ну, они вообще не смогут ни один тимфайт принять. Шикарный, кстати, пиков от команды Radiant. Убили огромнейшего котла, который был топ-1 Этворц. И это все... С него стрик забирает еще алхимик и становится топ-1 Этворц. Так, побегут за ним. У него есть дайгер, надо бежать. Лассо. Летит подсейвить его Бабока. Рубтуры нету. Манек, кстати, поживет. У него есть БКБ. Умирает Мэтью от XXS в соло причем. Пока съесть БКБ. Нажимает от банки. Окей. Отошли, вывели Лассо. Ну, что-то ЕГА закидывают. ЕГА очень сильно закидывают. ЕГА круто сыграли Early Game. Но вот сейчас Астер просто вот, ну, нашли моменты, где просто подловить вражеских героев можно. И подловили. Так, в итоге Смог нажимает ЕГА. На вражеский лес. Смотрим их Vision. Radiant. Ревилит. Сумаила у нас Виспера. Так, БКБ. Успеет ли нажать на реакции? Не успевает. В итоге Сумаила убивают. Смог отличный. Убили вражеского мидера. Бежит Смайл дальше. У него есть Аркейн Руна. Кстати, есть что? Лассо под Аркейн Руны. Это очень круто. Убьет еще и Бобоку. Блин. Бесл, конечно, пипец сильно решает здесь. Очень сильно страдают герои. Отличный Смог от ЕГА. Я удивлен, что Сумаил заревили в тип... Ну, он увидел Смог и не нажал пре-файром БКБ. Вот. Ну, может быть, он уже смирился, отпустил руки от клавы, что он умрет. Потому что тиммейты, например, ему сказали, что мы тебя дефать типа не будем. Да и Глимер нереально сильно стакается с пугной. Так как у нее есть CD крипы, она получает... Так. Прыжок. И вот оно, Лассо под Аркейн Руны. Я думаю, Панет вообще об этом не думал. В итоге убивают у нас Мане. Мэтью умирает. Но, в итоге, могут сейчас скайтить у нас без косты. Так как есть БКБшечка еще на бете. Но нету БКБ у Сикера. XXS'а бы убить было бы идеально. БКБ. Убили XXS'а. Да, убили двух коров. Рошан 30% здоровья. Можно его попробовать добить. Но Астр судя по тому, что разворачиваются, они не готовы здесь его отдавать. Нужно аккуратно играть. Опять Арчит полетел на Бобоку. Возвращает у нас Панду. Панда с Солором. Хм. Побегут ли за Сумаилом? Не. Они знают, что у него есть БКБ. Кстати, как я понимаю, Глиммер, да, у Дизраптора появляется тоже. Отлично. И... Всё. ЕГЭ отдадут Рошана, потому что Авампост тут Радиант. И сейчас через 7 секунд сюда летит Алхимик, забирает Аегис. Это очень хорошо для команды Астер. Даже вроде потрейдились, но... Аегис для них очень много даёт, так как у ЕГЭ такой пик, который прыгает Бёрстит, а потом уже не так эффективно дерётся. Им очень важно именно прыгать, убивать. Вот как они здесь СФ убили, потому что если прыгают на них, то СФ успевает нажать БКБ, нажать ульт и уже другая. Кстати, хотят драться ЕГЭ. Отлично. Успевают. Успевают. Не так быстро Астеры убивают Рошана. Очень странная Рубтура в Бобоку. Это всё-таки не тот герой, на которого хочется тратить Рубтуру. Вывезли с ума. Его нажимает БКБ. Его не успели забёрстить. Показ. 7 секунд БКБ КД. Хорошая арена от Мэтью. Мэтью сейчас быстро убьют. Мэтью умирает. Байбека нету. Показа прибили. Показ тоже умирает. Сумейл ультимейт. И очень-очень серьёзные ошибки ЕГЭ совершают. Могли подождать КД-шку. КД-БКБ на Монки Кинге. Ой, на Бутсикере. Только потом пойти драться. И в итоге не скомбинили. Ну, Показ заруинил Соло эту драку. Будем честны. Кстати, Китер... Ещё Виспер поплыл. У него два... Ну, два тиммейта в таверне. Почему он остаётся... Ну, почему он не уходит? Почему он нажимает инстатровела в топ и не распушивает линию? Непонятно абсолютно. Ну, ЕГЭ поплыли. И вот даже несмотря на драфт, просто дисциплина Астер, она намного лучше. И всё. Если бы ЕГЭ сами не нафидили свои стрики по одному. То есть это не было тимфайтов, в котором Астер идеально напали, знаете, там, переиграли. То есть это просто один герой, который очень далеко заходил, жадничал. Так. Нападение у нас на ЦМку. ЦМке очень больно. Мане уже очень сильный. У него же ульт левела 3. И в итоге два супорта ЕГЭ моментально отправляются в таверну. Блин, я когда вот смотрю такие моменты, я вообще не понимаю. То есть у них... Ну, Сикер даже не летит в файт. Зачем вы нахуй дефаете этот Т2? Вы знаете, что у них АЕГЭС? То есть у вас одни... Одни игроки принимают решение дефать, но самый главный герой с самым большим натворцем в вашей команде не дефать. Ну, не дефает это, и вы просто летите и умираете? Какой смысл? Вы что, не можете договориться? Вы всю жизнь вместе играете. Кирас просто алхимика появляется. До сих пор ЕГЭ по деньгам ведут. Такой бред вообще. На ЕГЭС прыгнул. 7 секунд до ЕГЭС. Если успеет с ЕГЭ его скинуть... Ну, да, знает, знает, знает тайминг у нас ЕГЭ. Не добивает у нас Сумаила. 1 секунда. БКБ. Добивает Сумаила. Пытается хилить его Бабока. Пытается он раскастовать ультимейт. Хороший баш. Прокает от показа. Еще один баш будет. Еще один баш. Ну, у него вообще 0 урона. Просто Бабока его перехиливает полностью. 0 урона у этого бутсикера. Он не перебивает. СФ под пугной. Пугной БП файта абсолютно встала в идеальную позицию. Просто захилил АСФ. Он выжил. Три героя ЕГЭ отправляются в таверну без байбека. Смайлуха-братуха тоже уже отсюда никуда не уйдет. И все. Поплыли, поплыли у нас команда ЕГЭ. 11-1-10 у этого бутрайдера было. И он проиграет эту игру, чтобы вы понимали. Он проиграет эту игру. Почему они не могут застакать трупптуру под лассой? Я не понимаю. Это что, так сложно? А, я знаю на сцену. Ладно. На самом деле, я не прав в этой ситуации. Я не прав в этой ситуации. Он, наверное, не хотел давать трупптуру, чтобы СФ сам себя не убил этой трупптурой и не сбил АЕГЭС. Ну, разве он не мог за 3 секунды это сделать? Когда он все-таки уже двигался. БКБ чилл на МК дофармливает. Ну, он играет как керри, я не знаю. Ну, это бред вообще. Виспер в итоге идеальный early game. Потом просто несколько раз фидит с нереальным нетворцем и выпадает из игры полностью. Вообще ничего не делает. Так, ну, получается мы увидим Астробудбум, а не ЕГБудбум. Next match. Интересно. Астробудбум играли уже в группе. 1-1. Сумаил красавчик. Тяжелая игра очень была. Он выкрутился, имеет нетворц. Мог вообще 0.10 здесь иметь. Так много фарма тебе бустят. Убили, убили за 24 секунды. Офигеть. Да, на ЕГБ даже не могли его дефтить. Появился еще у Бэтрайдера кстати рефрешер. На нем Аркейн Руна. Я думаю, он хочет прыгать. Да, он очень хочет прыгать пока Аркейн Руна. Лассо всего 27 секунд КД. Сумаилу первую жизнь выбивают. Прыгают на панду. Панды не успеют ничего нажать. Моментально выкупается. Второе лассо пошло у нас по Алхимику. Алхимик уже без сыра. БКБ у него КД. Бакас тоже без БКБ. В итоге X-XS рефрешер прыгает. Ульта от Сумаила умирает. Бакас без Байбека. Он покупал нули фаер, напоминаю. Мэтью тут вообще пытался что-то в спине до суппортов докопаться. И Бабоку в итоге убили. Мэтью тоже умирает. Ульта от ЦМК после Байбека залетает. X-XS разваливается. Панда ультра килл делает на пятерке ЦМК. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот вам, ребят, и патч. Кто керри теперь сами решайте. Уже с голыми транквилами буквально ЦМК и шардом, который даже не купила она. Это же по сути она содержанка отчасти. То есть ее и шард даже купили. Это шутка. Вот. И в итоге она просто пришла четверых с каблука уничтожила. Этот шард мне муж купил. В итоге Гадефали и опять по деньгам ведут. Игра интересная вообще с переворотами. Да, ребята, игроки ЕГЭ рекламят ВКонтакте. На самом деле, без шуток, это название какой-то китайской букмекерки. Но мы можем об этом забыть и думать, что они рекламят ВКонтакте. Виспер. Хекс не купил, оставляет Байбек. Кстати, можно уже на Байбеке переключиться. Идет у нас Смайл. Сейчас будет ревелить смок. Прыгает у нас на X-XS. А хороший таргет. Это единственная инициация у команды Астер. Это абсолютно полностью ломает импозиционку. Мэтью! Ой-ой-ой-ой. Куда-то залетел. Вообще непонятно. Пытается убить. Не успеет агонимный ульт кинуть. Нажимает агонимный ульт на бета. Он не успел нажать рефрешер. Это просто идеальная игра от самца. В итоге Астер строит куак на драфт. И в итоге Крислак выкупается. Ноль армора у Сикера. Его просто ИСФ под ДД с говном смешивает за 4 удара. Моментальные фастбайбеки просто от суппорта команды Астер. И ЕГЭ просто проигрывает файт из-за того, что у Самаила ДД он просто разорядкликал всех абсолютно с Шардом и Сильвером. Одна руна просто переворачивает игру. Ну я бы еще, конечно, пофлеймил бы ИГЭ за их позиционку. Как же они отвратительно тимфайтятся в чистом поле. Это вообще просто невероятно плохо. Это просто невероятно плохо. Как Астер шикарно встали под своим апсом и расположили героев. И как отвратительно Бэтрайд разлетает в тень, когда его тиммейты еще не подошли. Они ни разу не комбинили нормально ну как бы таргет... Короче, это пипец очень странное вообще решение вот так вот залетать. То есть нужно было аккуратненько через этого Монки Кинга проверить что-то там. Сначала первый спелл на бете нажать. Подумать, в кого ты будешь прыгать. Чтобы рядом были тиммейты, могли поддержать. Ну, сикера, конечно, билд говно. Будем честны. Билд без урона у него абсолютно. Ну, руна ДД все равно очень сильно зарешала. Я уверен, он бы там смог бы позицию поменять под тем моспидом, который у него был. Дастер заслуженно выиграли. Они просто как команда сильнее. Вот серьезно. Я думаю... Ой. Ну, вот этот чел на ММК очень жестко заруинил. У него был идеальнейший старт. И... Он мог намного лучше здесь сыграть. Опять же. Короче, ЕГЭ свою же игру отдали. У них был битрайдер 10-0. С БКБ на 14 минуты. Когда у Астер вообще ничего не было. То есть Астер эти, ну, просто на стриках по одному ЕГЭ поумирали. Пошел, Пандарен. Ну, блин, как же Бабока хилит. Как же Бабока сосед. Это просто невероятно. Ну, Сумаюр просто такую игру расшатал. Разъебал. Вообще нереальный респект Сумичу. 25-й в итоге Сэф еще получил. Если он такие катки выигрывает, то когда у него будет какой-нибудь шторм во фригру, что тогда будет вообще? Не, Сума в соло. Очень тяжелая игра для Сэфа. То, как он держал позицию, все эти файты. Все очень четко вообще он делал. Большой молодец. Ну, даже с таким драфтом, если честно, Астер переехали. Поэтому я... Не знаю, Бутбум нужно аккуратней быть. Посмотрим, что Бутбум придумали. С Нуном на Некст карту. Ну, если он захочет. Я просто Пьюру уже заранее обещал. Я, кстати, сегодня гуглил про Погребника. Оказывается, недавно он с женой развелся, потому что он ей изменял постоянно. Прям первая ссылка мне сообщила об этом. Фанаты Погребника в чате есть. Я тут одни фанаты Погребника не знаю. Бумыч против Данька, да? Противостояние знаменитое. Ну, это, кстати, интересно. Но сейчас как будто бы ГПК не в такой форме, как Сумаил хороший. Но у ГПК лучший герой его, из хороших новостей. Со Штормом у них, по-моему, даже если не ошибаюсь, прям все игры они выиграли. А вот и сигнал, Виталич. Ой, ой, ой. Мне, кстати, больше у вас нравится. А, нет, слушай, гладиаторы их выиграли со Штормом. Так я там в ТГ уже тоже подзагрузил. Ты уже грузанулся? Я на Астер сразу вообще не думаю. Ты вообще не думал, блядь. Ну, я что-то как-то в ББ просто не верю. Думаешь, по морали просили? Да не, ну, не знаю почему. Просто интуиция. Бывает у тебя такое, что делать тебе действуешь на интуицию? Я, кстати, слышал, ну, когда включал англоязычную трансляцию перед тем, как запустить Астер ЕГ. Там как-то сейчас смешную шутку написал в чате, что, типа, Сумаил теперь к Сяомилу. Понял? Это забавная, Александр, шутка. Ну, ладно. Это забавно. Я сейчас отправлю эмоцию, какую я испытал во время. Не, ну, типа, к Сяоми и плюс Сумаилу, понял? Ну, ладно. У тебя знаешь, какое ощущение? Ты, типа, смотришь на эту тройку Медузу, и я не понимал, что с ней делать, типа, без шуток. Ну, Банчи, что ли, походу, я хозяин. Ну, типа, это прям... А он опять, да, выиграл? Так, там, он прям разъебывает на ней, вот с чем прикол. А, ну, на пятный пик, да, ее просто... Да, да, они, ну, они им вообще плевают. И там самое забавное, что он еще теперь Вейл Дискорд начал на ней покупать. Он еще и развивается, я не знаю. Оно развивается. Да, 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 да. Мы будем линии решили укрепить. Вот это, это просто ультра сигна Сумыча, и причем она была пикнута моментально абсолютно. То есть они даже ни секунды не думали. Просто ультра сигна Сумыча. Резоль на бабке, да, решил сыграть? Резоль на бабке тройки под Пуджа, да. Будет Ауры покупать. Блин, Медузу. Ну, мне, не знаю, мне как-то у Астра поприкольнее нравится. То есть тут... А Астра намного лучше. Тут вообще на Верку ничего нет, она Урсу очень сильно контрит. Ну и со шмотками она и Штарма тоже контрит. А, ну ладно, если, конечно, там Пуш позиция будет кушать, но, блин, тогда Медуз всех убьет. Плюс у А... Ну, как будто Грифсовик у Астра тоже поинтереснее. Как будто просто Медуза и Андер это слишком сильные герои еще с дойт. Ты не Андер, если не в Древых Кроссах. Ладно, все, не могу больше хуйню говорить. Ладно, Смейл на Верке гений, если что. Я уверен, он знает, что я нет, я не думаю, я уверен. Так тут сейчас будет стычка, но сейв как будто бы в идеальной позиции для Хука. Бегут, бегут, решили не драться. Отдает, отдает, а Егор, а... Что за криниш происходит? Так он выживет? Он выживет еще. Это... Это просто криш, что ли? Блядь, ну Саня придет без танга вообще. Бегутский прибор, как у Вулка. Ой, воздух меряет. Ну, который воздух меряет, да. Битва начнет. А, он разрядился. Ну, вот. Ну, он разрядился. Ну, Толян, блин, Толян уже... Он крутой, кстати. Знаешь, что он меряет? Он, короче, меряет какие-то типа... Ну, короче, когда тебе проветрить, он тебе сообщает. Это самое важное. Ну, это понятно. Температуру в этом, ну, в твоем доме. Уровень влажности в твоем доме. Это важный. И количество пыли. Типа, когда убираться надо. Ну, тогда он, кстати, отошел от дела, я не знаю. Да? Нет такого прибора больше нет. Нет, это вообще... Я не видел ни разу. Это, ну, это очень странно. Потому что, представляешь, вы сидите, играете КВ, а у вас, ну, как бы, окно не открыто. И вы задыхаетесь, СО2. Окно открывается, но прибора нет. Ну, че, на чуйке открывается, типа, нужно же понимать, понимаешь? Нужно же именно понимать, когда надо, когда не надо открывать. Сконцентрировались на том, чтобы его... Ой-ей-ей, какой дробовик в пустоту. Опа! Убьет, убьет, там щекок есть. А, нифига, Резоль на очке, у него еще 300 хп, он вот так вот печеньку нажимает. Не чувствует, да? Вообще не чувствует. Забрали у него. Смотри, что там где происходит. А, с дробовиком опять-то можно. Ну, все равно убили. Тут забрали руну у Гданька. Не, ну, поигре. Горе не беда, слышал такое выражение когда-нибудь? Горе не беда, конечно, я же с игроком играю, который песни пел. Я, кстати, включал Виталича. Да? Как ему? Ему? Да. Ну, мы смеялись, сидели. Нормально. Понравилось ему произведение. Ну, это больше для души, ты сам понимаешь. Не на большую публику. Не на публику, да. Ну, типа, ПТ-дифуз звучит. Ну, у тебя потенциалок фарма нет. К чего? Нет, это мусор. Боти прыгают. Ну, по-любому нужно молнию играть. Ты видел, как Топсон играет? А я, кстати, нет. Чего? Как он играет? Он играет через фаста ТОС. Фаста ТОС? Да. Батин, гений. Реально, АТОС же кучу статов дает. Жесть, АТОС дает 48 статов за 2700. Охренеть. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да не верю. Блин. Лучше бы он не нажимал эти стики. Чтобы ему иглу. Ну, прогнал его, прогнал. Да, он через АТО сыграет. Ёбанера. Я очень хочу увидеть, как это будет. Блин, с сумочного эрки еще очень жесткие билд топсятни. Билд топсятни, да. Очень круто, конечно. Поглядим. Я ни разу не видел, как именно это работает. Ну, на бумаге это пипец МБ. Я думаю, что ты два АТОСи, шутя дэмэджер. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой хук шикарный от Пуджа. ЦМка в ответ на ГПК. Тожит печеньку. В итоге стан. Добить как-то ГПК? Нет, не получается никогда бить ГПК. В итоге сейчас умрет еще у нас ЦМка. Хорошо по двум играет. Ну, Пудж круто сыграл. Не ожидал этого Сумаил. Пудж. Ой, какой хук. Нашел, нашел, нашел. Ну, Сумаил аккуратно играет. У него еще есть вот этот пендран. Ой-ой-ой. Не-не-не, Резоль должен был понимать, что ну вообще нельзя было здесь ульджать. Там было видно, что никак. Торонто, Токио, соло килл? От Медузы нет. Нет-нет-нет. Ой-ой-ой, что Сумаил мутит? Инвиз ТП в топ на Резоль, а Резоль-то у нас топ-2 нетуорс. И он ульт-то не тратил? У него есть АТОС, если что? Ой-ой-ой-ой, Сумыч. Нечитабельное действие. Нечитабельное действие. Ну, конечно, убьет, ты что? У него... Фигеть там урона. 100 урона, да. Фигеть там урона. Блин. Жесткий билд. Топ-2 не реально гений. Еще АТОС типа, понял? То есть еще сама активка, этот сетап под Шекл, это дополнительный сетап на Шторма. Нет, АПСЯ от него вообще гений. Так, в боте. Хук на Медузу. Медузе больно. Смотри, какая бригада вылетела. Успел в ульт нажать, но убил цейла. Это реально бригада. 90 хп у него, кстати, и правда. У него вообще это 176 хп. Чуть не зато. Ой-ой-ой-ой, Сумыч! Ультра-соль. Даже лучшие ошибаются против... Против лучших, понимаешь? Против лучших, да. Вот в этом-то и прикол. Ой-ой-ой-ой, как же на VR-ке чел творит. Делает просто концерт. Захотелось на VR-ке жёстко через этого сражать. Надеюсь, Сумыч пока не будет показывать. Захочется ещё раз. Попробую ещё. Ой-ой-ой-ой, какой хук от сейва. Монет, кстати, ульты нету. Не, ну тут разваливается. Да ладно, он живёт, он штики нажал. Бежит до конца у нас ГПК, ГПК. Шекл. Разменять его, но у него 200 маны. Отличная колба. Добьют ли ГПК, если разменяют, как будто бы неплохо для Астер. Сейв творит, конечно. Сейчас будет, сейчас будет. Раз. Да нет, да, как мне попало. Это чудо света какое. Вот это, кстати, удивительно. Промахнулся Виталий Мельник. ГПК. Ну, блин, ГПК, кстати, в этой игре не видно. Пока что его поддушил что-то и как-то он не успевает. Ну, сейв блистает, будем честно, конечно. Пошёл пуш с маке, смотрим vision. Пошёл. Так, Медуза встречает. Он такой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ульт на Медузе нажать. Нажимается ульт от Мане. Сейва нужно убивать. Вообще, очень странный мув от Сейва. Вся команда не была готова драться. В итоге у нас Самец цепляется. У Маил есть Атос. Не пошёл дальше. Не агрессирует. Слушай, ну это тайминг на Глейпнер, конечно, очень-очень быстрый. У него две смерти. У него сейчас левел 12. Ну чё, Астр полностью позицию понимает. Пускает Медузу первую, которую хрен убьёшь. И всё. И всё. Ну это правильное решение, это будем отсюда свалить, 100%. Рошана и инстан. Угу. Причём, почему нет, если при них ТП потратили? Ну так они, по сути... У них ещё и демаж есть. А, мне кажется, они... Это Джиджи. Слышал такое когда-нибудь? Это, ну реально Джиджи. Это Джиджи полное вообще. Он дайанга нет в игре. Он дал два ДК в игре и всё. И его уже не реализовать больше. Он просто бегает. На самом деле, если честно, тут плохая игра для антайнга. Сама по себе. Но Саня хорошие апсы ставит. У него даже сейчас, посмотри, у него апсы ставят. Два форса. Нет, ребят, Бэтбум надо два раза проиграть, чтобы вылететь. У них ещё будет матч с ИГ. Не храните их раньше времени. Смотри, Сумаил на нюх берёт. Данька. Сумыч чувствует, думаешь, да? Смотри. А он чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Афкав стал. Конкретно в этой игре, ребят, вот я могу сказать, что проблема Бэтбум просто в драфте банально. Он не сбалансирован. Так как у Астер. У Астер очень сбалансированный драфт. И с Таур Дэмэджем, и с Рошан Дэмэджем, и с Тимфайтом, и с Аурами, и со связками, и с Кэтчем. Хороший хук от Сейва. Ну, это Аегис. Ну, это Аегис. Это не самый лучший таргет. А Егорочку дальше? О, Егору выбил. Ё-ё-ёй-ёй. Егор просто так ульт потратил. В итоге вынужден ещё у нас Резоль потратить пайп, потому что Медузу не убить. А Верк с Аегисом? Так. Медуза хук. Ну, а как ты? Ау-ёй-ёй-ёй-ёй. Медуза. Медуза. Фортует её. Блин, Коттл залил Емане. Коттл. Ещё один форстап. Медуза живёт. Медуза живёт. Сумаил всё это время бьёт. ГПК. Большие проблемы. Умирает без байпбека. Как же там база стакала очень жёстко. Просто здесь просто лэдфудет какой-то происходит. Сумаил на Вендране. Вообще ничего не боится. И... А у Егора ничего нет. У Егора ничего нет. Ни БКБ не ультает. А, не, ультачит. О! Офигеть, Сумаил. Сумыч! Чё за шекл выдаёт? Бежит до конца. За Найтфоллом. Найтфолла откатилась ульта. Сумаил не передайвливает. Охренеть какая дисциплина у американского пакистанского легионера. Команды китайской Астр. Почти доедался у него. Есть хук на Аксексеса. Но это, блин, ребят. Это Кримсон Пайп герой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Эти шеклы. Они сами на эти шеклы. Какие шеклы бархатные. Я не знаю. Они наступают на них просто. То есть они даже сами стрейпятся, чтобы он зашеклил. Они ему на мувик играют. Они даже сами того не понимают. Это как Мироклуб. Да, они такие чёткие шеклы у него, конечно. Не, он в зоне. Он в зоне. В нереальной. Так. Напален Аксексеса. Пайп и Кримсон. Ой-ёй-ёй. Мане пошёл. А Найтфолл уйдёт ли? А Найтфолл идёт. Найтфолл идёт. Хорош, хорош, шпиков. Хорош, шпиков. Если чё, это не шутка. Он говорит им гоу, бэк и вот колесом чата. Они, типа, ну, Simple English понимают и... Ну, ему дают играть в его игру. И я читал, что он ещё колит, короче, ну, какие-то Рошанов. Ну, то есть такие макро-действия, типа Objective. Хорош, шпиков. За ней. Сейв. Так, ну тут вообще. ГПК, нашёл Верку. Ой, ну это не то, что ты хочешь, конечно. Сейва отдаёт. И минус Рошан. И ДД будет. Ну, могут не проверить ДД, но как минимум Рошан точно. Сыром забирается. Это сыр для Медузы, на самом деле. Ну, ладно, она Игорь заберёт, наверное, сыр снова возьмёт. Не должны как-то её... Да я не знаю, у них нет дэмэджа. Куда, Егорчик? Тааак. Ну всё, тут... Ну тут уже всё. Тут уже всё. Чё, смешно написали, по ошибке Явар купит. Явар такой говорит... Он говорит, братишка, разбуди меня завтра, у меня самолёт в Пекин. Он такой, да-да-да, конечно. По его билетам же, типа, пройдёт, пойдёт играть. Вроде, вроде, Хасан прилетел. Гага. Тип-типнули Самуил. Ой-ё-ё-ё-ё-ёй. Ну это мега респект, реально. Ну это соль. Это соль, и Астр выходит, ребят, в плей-офф Берлин Мейджора. И Бэтбум Next игру будут играть за вылет или выход. Игра жизни будет у Бэтбум. Ну слушай, давай найдём, например, позитив. Нужно же везде искать позитив. Например, они обосрались на мажоре, значит, ну как бы ты остаёшь в команде. Это всё, Саня, я тебя, блядь, не слышал. Я на стрим этот, блядь, больше не зайду. Здесь свои плюсы, я считаю. Ладно, они ещё не проиграли, мой Ванёк, может быть ещё... Да, всем пока. Может быть ещё не останешься. Ладно, а тебе вообще там не грустно, блин? Ты с поваром или один? Я? У меня на бутгеймпе мы с Тёмочем с поваром, да, и у нас ещё Сенера Глеб. А-а. Это операционный директор. Да, я знаю, кто ты у Глеба. Нун? Нун сказал, что не сможет. Что у него дела? Вы готовы? Я-то готов, а вот готовы ли Бэтбум? Вот это вопрос. Нет, мне не... Бэтбум Тим. Ладно, я не могу. Давай, ну давай. Почему именно тебя и у Джинниуса? Давай, давай, я и у Джинниуса. Бэтбум Тим. Осталось 5 секунд. Я не знаю, как этот чувак, он хоть раз, кстати, говорил Бэтбум? По-моему, был... Не, на Лиме они топ-18 заняли, они не дошли до его объявления. Ну, если бы было, он бы вот так вот сказал... Бэтбум Тим! Бэтбум Тим! Это сильно было, кстати. А я его фанат, я его фанат. Это в этой бизнес-стадии сильный. Вот это классный драфт, вот то, что я сейчас в Бэтбум вижу. Он полностью сбалансирован, он мне очень нравится. В отличие от предыдущей игры. Короче, я ни разу не видел Nightfall на Моэрте, и... Ну, он пересел на керри недавно. Я не знаю, Ванёк, как думаешь? Ну, мне кажется, не наиграл он её. Ты же знаешь, есть лифтар? Некор нормально давил. Да? Некор нормально давил. Наиграл? Он нормально играет. Я не видел ещё ни разу, как он официалки играл. Ты играешь... А, официалки? Нет. Ну, ты же с ним в одной команде. Вы играли КВ с Моэртой? Нет, ну её тогда не было, Саня, патч. Я не играл на новом патче. А, всё, ты, ну, и не смотрел даже, как играют, тебе запретили. Я не смотрел. Нет, я не был на... Я не... Что запретили? Драк, ты что ли? Я не был на ботке, Саня. Я сидел, ждал визу в Музка. Ну, чё, даже в лобе не пускали, что ли? Да, запретили. Всё-таки я и не заходил. Зайти так одним глазком посмотреть, что там, как Резоль играет. Я там в Москве своими делами занимался. Если вот чисто драфты анализировать, в моём понимании у ЕГЭ оверпик, из-за Шторма Котла. Но это Брокин хрень. А вопрос только, как сыграет Смайлуха-Братуха, который ВК спонсирует. Блин, я не могу Муверту оценивать, если честно, как герой вообще. Она себя сильная на линии или нет? Брокин герой, но на линии... На линии тоже сильный очень герой. У неё статов много, спелл сильный очень, но два с половиной сильных. У ЧТО. О, как-то вообще произошло, чё? Там Матюха. А-а-а, они триплой начали с новой нейтралкой. Очень круто сыграли, кстати, если честно. Ой-ой-ой-ой, тут нападение. Уверпять, Резоль умирает, офигеть. Как они вообще бот выигрывают так сильно? Потому что, ну, дотали ФБ. Ну, всё равно, как будто бы пугнут Дума, это Брокин линия. Ну, чё-то ЕГА вообще, да, не собирается с Турикова летать, по ощущениям. Пока что очень хорошо стоят. И в миде выровнялся, что штормая ситуация. Как хорошо... Блин, Крис Лак сегодня в какой-то нереальной зоне, я вот серьёзно говорю. Он так и на бете чё-то там... У него хорошо, да. ...просто 20 кда сидел играл. Я думал, на самом деле, Данёк, ну, под удалит его. Так в том-то и прикол. Крис Лак выигрывает мид у ГПК, ребят, чтобы вы просто понимали. Ну. То есть, как бы, когда такое происходит, как будто бы уже можно закрывать катку. Ну ладно, не буду, конечно, хоронить. Я просто сегодня против Астер, я... Офигеть, Данёк, смотри, мид. Да подожди, тут в топе полуразро... А чё там было, миде? Там Данёк тоснул на крипа. А, понял. Пробил фидно. Там просто в топе опять... Ой, неужели они Резоли убьют? Вообще под сласку. Ладно, тут вообще забей. А это реально? Вот давайте честно, вот, Ванёк, подвержена ли эта команда тильту? Вот честно. Вот, ну, вот, вот, вот смотри, вот одна игра вот жёстко не пошла, и там начинаются какие-то разговоры. Вот может ли это повлиять на следующую игру? Или же, наоборот, вы можете собраться условно и обнулиться перед игрой? Знаю, я с собой. Ну, без меня, без меня команда, конечно, подвержена тильту. Хороший ответ. Паральная сила команды стала серой. Это ты, да? Получается, ты успокаиваешь всех. Не, ну, просто это выглядит так, что предыдущее поражение как-то очень сильно на них повлияло. Потому что что они делают вообще? А, не, ну, на самом деле, я думаю, да, парни расстроились после того, как они, типа, хорошо играли же. Ну, так... Ну, так надо обнуляться. Ну, ты чё, ты же ещё не вылетел с турнира. Ну, хочешь грустить, грусти, когда уже в аэропорту. Ну, пока ты ещё имеешь возможность, ну, как бы, остаться на турнире, нужно вообще забыть, что было. У вас есть психолог? В общем, мы попытались работать. Угу. И не пошла? Не, ну, мы попытались работать, мы познакомились. Она там к нам на bootcamp приехала, когда мы в Москве были. Угу. Ну, мы, в общем, из-за того, что у нас этот bootcamp в Москве был сратый. По итогу так нормально не поработали, потому что... Онлайн? В чём проблема работать с психологом? Онлайн? Да. Онлайн не знаю, онлайн не нравится мне, как парням. Мне не хочется работать. Понял. Может быть, проблема там, что не хочется работать с психологом, чем? Я не знаю, вот я не интересовал. Я познакомил, я познакомил с... Я слышал, что это очень крутой психолог, она там... Ладно, может, не буду называть, откуда она. Ну, короче, то, что у неё там опыт хороший, там, в спорте и так далее. Тебе понравилась вообще такая практика? Я не знаю, Санёк, я общался... Ну, вот я тебе говорю, я только познакомился, я то есть не работал с ней. Я понял. Я не могу никак... Короче, вы просто познакомились с какой-то девушкой. Да, я просто... Я просто сказал привет. Ой-ой-ой, Резоль. А, подмигнул? Ну, там не мой возраст. Понял. Что это нахуй за вопросы, Саня? Чё мы это вообще говорим, блядь, за хуй? Я тебе ещё отвечаю, блядь. Я понял, блядь. Я понял, блядь. Ты, короче, постарше любишь, не твой возраст, я понял. Ладно, забьём. Да и ладно, Ванёк, а вкусы не спорят, это вообще нормально. Что я слушаю вообще? Пипец, Крисла Кмит выиграл у ГПК. Чего мы смотрим вообще? Чё происходит? 5-0. Бэтбум, всё, это вообще какой-то поплав полнейший происходит. Кстати, знаете вот что? Вот, например, Ванёк говорит, что Найтфол умеет играть на Моэрте. Тогда объясните мне, почему Найтфол... Да, почему Найтфол максит первый на Моэрте, Керри? Он не максит, он 3 взял. Ну, так это же всё равно много. Максимум 2 надо играть. Я бы тоже ВДА брал. Он потом максит, максит, гонслинг. Я бы вообще даже ульт не брал, наверное. Ну, конечно. Ну, тебе нужно пассивку иметь, 4 в любом случае. Это же как на Луне. Это же как на Луне взять. Ну, то есть даже хуже, наверное. Ну, короче... О, он летит топ. Нифига, сейчас будет за рубль лютая на топе. Ну, тут 4-й левел дум, чё он сделает. У него земляка, да, он просто крип. Так. Сейв. Умирает, умирает у нас Резоль. Ещё. Показ сейчас, кстати, может скилла 6-й получить и выжить. Да, он получает 6-й скилла. А чё, Егор отменил, походу, да? Егор отменил, он даже не стал лететь. Да, не стал лететь. Кстати. Грустно как-то, блядь. Ты мышку новую купил? Я просил купить мне новую, но как-то будет бум. А за свои деньги чё? Не проагировали. За свои деньги. Да. Не помню, я не вкладывал. В России же нету, а в Сербии я давно не... В смысле, в России есть. Разные? Да. Знаете, могу ссылку скинуть, если ты в России. А, это уже в Сербии. Не, я уже в Сербии. Так в Сербии, мне кажется, очень чё, можно найти. Блин, какой же им плохо, короче. 9-0. Чё думаешь насчёт того, что он так? А Егор ни одной из игры не играл, наверное. Да-да-да, это первая игра в Бэдбумус Марте, точно. На вылет, кстати, они играют. О, ужасный просто на торсу Тинья. Охренеть, у него просто 3 900 на 12-й. Ох, ребятушки... Бэдбум ТОП-18. Два мажора, два ТОП-18. Добрый вечер. Ну, если так подумать, конечно, прогресс есть. Или нету? Не могу понять. В прошлый раз у вас... Вы были в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф? Или у вас вообще печаль была, я уже забыл. Ну, значит, то же самое произошло, да. Я не знаю, на том мажоре, ну, там слишком сильно заболели. Реально. Вот, откликнусь без... Если бы мы... Ну, мы просто приезжаем на турнир. У нас Данёк заболел в первый же день, как мы начали играть. И Толян... Ты же знаешь то, что у Толяна там с глютеном? Я знаю, что он не ест глютен. Да, у него глютен-фри, вот. И чё, ему глютен кто-то подсунул? И ему Лукаша подсунул пирожки. Серьезно? Ну, случайно, там, стояли в этом. И чё, и чё за реакция у него сразу происходит после этого? Всё, у него там с животом просто проблемы. Он там не может есть, ему хуё. Вот, это звучит как отмазка, типа, мы там заболели или не заболели, но... Ну, вообще, да, те как говорили. Мы никак не могли. Это же... Ну, короче, это уже было. Что было за прошло, понимаешь? И потом ещё я заболел. То есть, я не знаю. Вот, а на этом мажоре... А на этом тебя нет. Ну, слушай, удобно. А на этом мажоре меня нет. Очень удобно. Вот, на этом мажоре меня нет, но и парни ж нормально играли, идеально. До игры закрыты, с изобрейшем. Ну, как, ну, типа... Блин, ну, всё равно же, знаешь, по результату... Ну, как бы... Хорошо, но проебали. А вот сейчас, например, за 13 минут 13-1 счёт. Сейчас уже... Не, ну, сейчас выглядит это так, что они даже не... Ну, то есть, это даже не игра, это избиение, понимаешь? Это как будто бы, ну, Тир-3 против Тир-0 играют. Ну, то есть, абсолютно разный уровень игры. То есть, тут на всех линиях просто вынос вперёд ногами. Они сделали одно убийство. Егор. Выживает, выживает, как обычно. Дефает свою вышку в лёгкой. Ребята, я выиграю, не переживайте. Не сдавайтесь, ГПК не вставай, пока. А ГПК висок, бам, туда-сюда. Чё, началось, Саня? Добро пошло, блин. Добро, вообще, одно добро только. Одно добро. Одно добро. Так, показик, 15 минуты, агоним на Сларке. Добрый вечер, вообще. Офигеть. Это, наверное, самый лучший таймик на Сларке, который я видел. Какая же грусть, знаешь, вот, типа, грусть, вот именно то, что игра без шансов проиграна. Вот что грустно. Так, две игры без шансов, Саня. Ну, блин, ну, они там хоть как-то сражались против Астер. Ну, я имею в виду, там, какие-то кивы... Ну, ладно, да, там тоже, вообще, вебали без шансов. Ну, не, ну, там хоть какие-то кивы были. Там, Путш, чё-то искал, размены. У Резоля было 5-0. Выиграли линию. Просто потом их как-то просто, ну, при тимфайтеле. А здесь один килл, один килл. И то на сапе. Так, прыгает над Стеева. Ну, Шторм под котлом пошел. Просто, да они уже просто без шансов полный. ГПК, прыгает, убивает Шторма. Второй килл. Ну, а чё, сбил Стрик в таком, ну, это хорошо для него. Конечно, это не сильно на игру влияет, но для него это точно очень хорошо. Резоль 0-6 вообще. Блин, такая грусть, такая грусть. Вот это точно, ну, атмосфера, я не знаю. Вот Егор, он единственный последний воин. Вышка стоит. К нему не ходят. У него столос из скрипов. Да, да, к нему не ходят просто, я не знаю. Это вообще жесть. Как-то вот его мир отдельный на этой карте. И они просто уничтожают его команду, его не трогают. Можно оставить в атак. На Мэтью нападает. Ну, вот и пайп, ребят. Вот и пайп. Это вам не орчит. И не хватает урона убить даже в БХ. Умирают в итоге они. Егор ушел. Видите, Егор ушел, а они напали. Все видно, кого бояться. Они, как в этом, вырезают отряд Ахиллеса, обходя Ахиллеса. Ну, нужен третий килл и один для ЕГЭ, чтобы 3-2-2 было. И там уже можно ГГ описывать, я считаю. А уже можно, да? Уже после этого можно, точно. Ну, вот скажи, ты рад? Честно. Нет, честно, нет. Понял. Я вспомнил эту гифку, где Нави проебали. И Люха стоит, шатает. Ты видел? Да. Я могу только Резолю вопрос задать, как Фаннику. Чего, 0-7 в финале? Да. Тимрак, я думаю. Там еще Виталий. Ты видишь 0-7? 0-0 у Виталиич почти. Но он готов. Но он уже с ассистами. Сейв по всех киллах команды получился. Вот так. Смайлуха, братуха. Ой, какая сильная руна. Дали, ну... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Егор. Егор, нужно бить терзателю и ау-е убивать врагов. Так. Я первый раз вижу файт на терзателе, когда он живой. В итоге сейчас сделают килл. Да, все, блин. 3-2-2 не будет. Ай. Ну ладно, 3-2-2 в другую сторону было. На секунду буквально. Он так их сейчас не отпустит. Или Сларк что? Не, Сларк уже не хочет уйти. Что за сияна Сларка? Думают, что его думать будут, но надо реагировать. Что-то ЕГЭ вообще жестко передавили. Вот он, байбэ. Вот он камбэк. Пока Идеалыч ни разу не умер, надежда сохраняется. Он играет всегда до конца. Он никогда не сдается. Он как Мирку. Даже когда все встанут ОФК, он будет Дефитрон. И однажды в одной из миллионных игр это сработает. И эта игра будет с финалом НТА пятой карты. И все хейтеры заткнутся. Так. ГПК. 0-7 Виталий уже финал. Все равно ЕГЭ, конечно. Погнали. Опять Дум. Опять Дум подставляется. На самом деле Шторм. Шторм фидит. Шторм фидит два раза подряд. Причем очень-очень-очень странно. Мог улететь там. Он увидел на момент, что уже Бэтбум и ТП шнелли, что они не добивают. Но он не улетел. В итоге умирает. Пока за такой билд, если честно, без демеджа. То есть... Он как будто бы думает, что типа... Его что ли Думить будут? Ну, блин. Это же бред вообще. С Ларко Думить. С Мейч Слайером. Я бы с Крадью брал, али, блин. Да? И вообще Саша Яшка, шмотка, не прям впечатляет. Ну вот ЕГЭ, они как будто бы круто играют. Начало, а потом у них вообще проблемы начинаются. Если они быстро не выиграли, более опытные команды их переезжают просто вот на макро. Но сейчас есть пайп, и прям в 5 на 5 не под Т3 вражеским, все равно сейчас ЕГЭ без шансов выиграет. И у них еще котл по-прежнему 12-0. Но Егор пока что бесстрашный. 1-0-3 просто ведет свою команду к победе. Тысяча голды до Моншарда. Третий уровень ультимейта еще будет. Но скоро, конечно, он в демедже заскелится очень сильно на этой мэрте. Если она его потеряет, это конец игры будет. Ой-ой-ой-ой, хорошо. И убьют, и убьют. Вот он, шанс на камбэк. Так неуверенно его убивают. Как будто бы не верят, что так халяву можно найти. Все уцепляются. У нас на самом деле будет бум за игру. ЕГЭ ошибаются. Как и в прошлой игре против Астер абсолютно. То же самое мы видим. Нужно не останавливаться. Вот правый талант, он не должен существовать. То есть вроде магию можно... Ну, он как будто бы, типа, не юзабелен хоть как-то. А правый вообще вот. Ну, то есть у тебя нет выбора. Так, Смайл с Аегисом пошел. Мэтью опять впитывает кучу урона с этим пайпом. В итоге саппорт разменивается. Бх. Резоль без БКБ. Смайл за ним до конца. У него еще есть регенерация. Резоль точно умрет. И Бэтбум бегут. Бэтбум бегут. Ой-ой-ой. Смолуха, братуха. По третьим... Он вообще уже не видит. По третьим спеллом Дума реген нажал. Что-то вот с ЕГЭ странное случается. Они как будто бы вообще плывут после идеальной... Вот они так... Ой, нифига. Да, у него 0.2.21, кстати, на БХ. Очень много импакта в этой игре. Они как будто бы идеально знают, как играть early game, а потом вообще... Видят Егора в боте, да? Да нет. Ну, когда Бэтбум вот так вот далеко заходит, как будто бы точно их нужно наказывать. Вот смог на смог. Егор еще не купил муншарт себе до сих пор. БХ, БХ увидели. Ой, Виспер, идеальный таргет, как я и говорил. Ну зачем? Зачем Дум дали? Ну ладно, в итоге все равно хорошо. Виспер выкупается. Нужно бежать. Или Егор хочет драться. Егор не купил муншарт. Ему два раза курицу подряд убили. У него 3.5 тысячи нетворца просто в юзлес. И в итоге нет так... Нет, он даже ульту не нажал. Просто нет урона. Офигеть. Как будто бы Бэтбум все равно, знаешь, ну как бы везет, потому что они находят нужные киллы, но этого недостаточно. А бэйбэк выбили. На самом деле это важно очень. Какой билд у Сларка вообще? Сларка Акбайера билд. Через 0 дэмэджа абсолютно. Охренеть. Слушай, с такими билдами от ЕГЭ Бэтбум так-то могут выиграть. Пока даже я смотрел против Астер, у него на блутите какой-то тоже. Где-то мусор был. Как же бояться Бэтбума охренеть. Просто вот подойти и просто две тычки дать. И блинкаут. Давай, Данёк, ну не очкуй. Данёк уже дать. Давай, 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 две тычки. Уже Санёк пинганул. Егору бы первые криты. Их засканили. Их засканили. Блин, сколько они же там стоят? Они уже 5 минут не фармят. Уже преимущество с 15 до 20 выросло, потому что они 5 минут стоят на ворушпите. Виталий с Байом готов. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Так, видят. Видят Мэтью, братишку. Мэтью. Только и рад, если что, впитать этот урон с Пайпом самый первый. Так, сейва нашли. Захекс убили. Сразу же Дум нажимается. Или не нажимается? Нет, он успел ульт нажать. Нет, 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 он успел ульт нажать на Сларке. Он Сларка нажимал. В итоге Резольт без БКБ под дэмэджем. Показа. Всё-таки задумали. Показ. Не смог нажать шар, но в итоге отходит. Отходит. ГПК нажимает. БКБ. Дайвит. Хорошо, Егор просто всех убивает. Егор всех убивает, умирают суппорты. Ну ладно. Есть БПК у дизай и есть ТП на вам пост у дизай. Так что теоретически Рошана можно дефать. 25 до спауна. Егор, кстати, такой интересный игрок на Мэрте, что он даже без ульты убивает. Он её ни разу за игру не нажал, что ты понимал. За 37 минут ни разу игру... Ой, за 37 минут ни разу ульты не нажал. У него просто чисто через Ай, долдухо. Чисто через Ай? Ну пока работает. Через тычечку? Да. А работает? Ну ульт слишком читерный, будем честны. Поэтому и задь его, это читы. Это бан. Рошан рез и за счёт Дайр не... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё, ЕГЭ номинированный на самую худшую команду в мире, на самом деле. Ладно, пошёл уйти. Не, если они такое проиграют за Дайр, это, ну... Это знаешь, типа челы, которые владельцы ЕГЭ, которые... Ну, типа... Раскошели лид, да? Ну, они, конечно, сэкономили на этом составе. Думаю, что будут результаты идентичные. И сразу же Shopify начали всех побежать. Кстати, Shopify — это какая-то очень богатая арга, если я не ошибаюсь, в Америке. Я даже, ну, чё-то слышал. Чё-то они там доставляют, по-моему, или какой-то крупный сервис по доставке, ещё что-то. Так же, мне кажется... Грубо говоря, просто ЕГЭ упустили свой вот этот ростер, где Артурчик им-то навалил. Я не знаю, как такое проиграть можно. Это позор вообще вселенского масштаба. Просто позор. Ты понял, что, типа, чел из насларки, бьёт дума, выходит из ульты, и вместо того, чтобы нажать под себя шарты убить дума, просто ловит дум. Это просто... Это даже не кринж. Сапы где-то сдохли просто. Это смех вообще. Смотри, билд Кларка. А-а-а-а... Боже, он все вещи берёт на сейв. Это вообще пипец. Он знаешь, что ему рон ещё надо наносить? Охренеть, охренеть. И Тараску нужно вместо ПТ, согласись. И вот тогда билд будет закончен, я считаю. Тараска нужна. Надо Шиво именно. Надо нажимать Дарпак, Шиво, всех немножко морозить и упрыгивать. На рефрешер, да. Знаешь, быть таким неким тинкером из леса до копочки, Шиво поднажал, прыгнул. Не-не-не, он нажимает Шиво. Он нажимает Шиво, короче, когда она полностью, ну, раскрывается, он в это время агонимно прыгает и там по-любому всех заденет 100%. И он будет кричать, ребят, я замедлил, погнали. Что, Штормак, кстати, у меня, смотри. Ой-ой-ой, Шторм, слегка, БКБ. О-о-о, что-о-о, читыбан. Смайл Дота. Он именно понял, типа, он именно, ну, как бы, на 100 метров. Хренеть, ты чё? Проверьте его на Аддерол. На Адденову про статы. Так, Аддфола вернули. Нужно выбивать Айегис. На очке пока что. Ой-ой-ой, чё творить, чё творить, малуха-братуха. Найтфола не убиваете, он же вообще сам убьёт. Найтфол. Очень ждёт ульты. Натарландо пошёл, ноль урона. Нету маны, нету маны. А чё, Сларк не хочет прыгнуть с ультом, да, и Айегис выбить? Ой-ой-ой-ой, как он боится на Сларке? Как же он боится на Сларке? Хекс, на дума. Да, дум-то уже с БКБ. А чё Сларк не прыгнул, не дал две тычки по муэрте? Алло. Терма Аркана закончилась, БКБ нету до сих пор. Как? Это вообще жесть. Это игра, это просто жесть. Крис Лак вообще просто... Чё это за додж гречки был просто... Пипец. Они должны были игру проиграть. Так. Аньек прыгает в пище. Мы как, нашли, 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 нашли Виспера, самый дельный таргет. А как он опять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найтфол, Найтфол дерётся, показ убил сейва. Найтфол абсолютно, ноль демеджа у показа. Смотри, смотри, он цемку не может пробить шестислатовым с Ларком 25 тысячных творца. В итоге он просто упрыгивает. Умри. Умри, 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 ну бас. Умри, 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 умри. Ай, ну у тебя же есть Пурш. Не, ну он же давно сбивал. Он же убивал, ну ладно. Блин, какая нубская и интересная до временной игры. Ой, какой хуё у тебя у нас, Ларки, я не знаю. Меня пока всё расстраивает. Как говорится. Ну, Егор, ой. Егор солид, Егор солид, Егор солид. Это легендарное. Ой-ой-ой, там нападение на Торонто. Торонто без байбэка. Торонто умер. Найтфол прилетел, нажимает ультимейт. Нет, пол начинает драться. Но пока что Сларк в ульте не проходит урон. Ой, тысяча, 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 тысяча. Смайлуху, братуху, смайлуху, братуху. Заканчивается... Ой, какой хороший чакра. Сторм выживает. Офигеть, что, на развороте? Мэтью, Мэтью, коллит, файд на развороте. Показ. Но урон этого показа нет. Убьют, убьют Дума? Да, Дума, нет, не могут Дума убить. Он не пробивает. Сларк уже 84 ловкости набил за это время. И он под стаками, он под стаками, которые... Так, ВПК... Да он не бьет, он не бьет. У него ноль айтемов просто. У него нет ни башера, у него ничего нет вообще. Чтобы нормально бить героев. У него бил через селфи-палку, он просто фоткает. Я говорю, если... Да, нельзя здесь этим билдом без ши выиграть. Это ошибка. Он не замедляет врагу с прыжка. И Тараска тут обязательно нужна. 104 ловкости, прыгни, убей его. О, Найтфол подставляется! Найтфол, очень больно ему. Очень больно Найтфолу. А башера нет, а башера нет. Неужели Найтфол умрет? А башера нет. Зато Сия есть, но сейф умрет. Бля, как я хочу, чтобы проиграли челы за дайр. Пожалуйста. Сделай чудо, Егор. Его нельзя убить, его нельзя убить. Его нельзя убить, но он был очень близкий. У него пассивка, что враги играют как полные боты. Как полные боты, а не забываешь, что предметы покупать надо. БКБ линка, а гоним с Сия. Блин, это как Завор на Медузе просто. Пика нужна срочно на сладке, прям сейчас. Не хватает мобильности. И Ромчик на думе раскачает. Да, я очень хочу, чтобы те челы прыгали. Они вообще не заслужили победить. Егор, Егор, Егор может, знаешь, плей-офф один идти, если так позволит. Он один достоин больше, чем вся команда ЕГЭ. Да, это игра года, если че. Это пипец. Пять косарей у Сларка. У него 30 тысяч, блядь. Ты творца. Уже можно пересобраться, блин. Не знаю, Зэрил Бэйт, блядь, догон ему нужно. Рефрешер. Агоним, сия, 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 сия. Рефрешер. Нет, он просто бойкотирует айтемы на урон. Вот, ну, типа, и Башар бойкотирует на Сларке. Да не, ну Башар сейчас уже в падлу брать. Ему надо пускать надо. Да как в падлу, да как в падлу, если там три героя, которых... Ты же понимаешь, что есть, он 30 тысячек может дать за драку? Играть без Башара на Сларке, это просто, ну, это детект. То есть ты уже упарываешься полностью, да? Так, подожди, этот файл. Показ. Так, ультимейт нажимается. Ульт агонимный. Они, да, это агонимный ульт. Это агонимный ульт пытаются... Не, ну у них нет урона, чтобы загонить. Они даже цемку не могут убить. Не хватает урона, не хватает урона. Егор, Егор, стреляй, 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 стреляй. Убегают. Разменялись просто друг в другую. Конечно. А какой урон реально, кстати, вот, спугнул сейчас, спугнул, спугнул, в БКБшке, какой урон сейчас у ЕГЭ вообще. Они драться хотят без грибтов. Да Скайди Башар здесь нужен. Скайди Башар в этой игре. Так, Найтфол, Найтфол проиграет. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, выкупился? Не, смотри, так в итоге не сегодня так плохо. После байбеков в Шармане так плохо. Надо, надо только как-то на Найтфол. У Найтфол ульт откатился, Найтфол ульт откатился. Так, культ на Сларке бьет Найтфол, Найтфол, нужно нажимать ультимейт. Егорчик, ну пожалуйста, ну его фортят. Ладно, ноль урона, ноль урона, не нужно нажимать ультимейт, потому что у врагов ноль урона. Все, 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 сливайте, сливайте эту игру. Найтфол, Аегис. Ой, как же кайтит его в Виспер бесконечными. Прыгают на Найтфол, а Найтфол сультом, Найтфол сультом. Сейчас нажимает ульт, что бьет всех. Он найден, она всех убьет. Убейте, убейте, убейте. Лежать, суки, лоу-скильные. Ой-ой-ой. Это игра года, я вам серьезно говорю. Танек, тоснул, ты видел просто Сларка? А сейчас еще Рошан скоро Апск. Когда Рошан, 50 секунд до Рошана? Я не знаю, наверное, даже кэф на эту игру не давали, потому что, ну, все уже думали, что это, ну, не победить абсолютно. Кого ты счет был? 23-2 был счет. 23-2. 20 тысяч преимущество. Офигеть. Я давно таких игр вообще в Додзе не видел. Ну, это сам, ну, это вообще, ну, то есть, вот, если ты профессиональный игрок и ты проигрываешь такую игру, то, ну, как бы, ты, наверное, вообще не выйдешь из депрессии месяц. Ой, как сильно поднялась. Очень сильно, очень сильно поднялась мораль у команды Бодбум. И Рошана... Все, Аегис Рефрэшер. Ужас. Это худший Сларк мира. Вот, серьезно. Без обиду Зауру, вот он там на Медузу вот так же. Вот, если, если собрать все номинации, типа, билдов без урона, это вот... Он достроен, да? Он, 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 он перебил, он перебил, типа. Он перебил? Он перебил, да. Ну, и какая дота интересная игра, что вот, ну, даже, ну, как бы, никогда нельзя сдаваться, ребят, понимаете? Потому что твой, твой, да, твои, ну... Не оверейтите? Бля, ПТ продал университет. 293 атак спида на 51-й минуте. А почему он ПТ не продал, а не огоним тебя? У него 293 атак спида. На Керри Сларке на 52-й минуте. Посмотрите, вот не сможет убить величиного крипа сейчас. Охренеть, охренеть. Просто посмотрите, скорость атаки, вот, под катапульти. Все трое у нас, посмотрите. А команда начинает драться. Команда начинает драться, а он перекладывает предметы. я не верю что эти тела не сливают я клянусь нельзя быть таким твою духу его не жмет посмотри на него посмотрел так показ пошел уже 11 тысяч целых сделал пациентки снял и 50 хп продолжает тормачий шторм без байбека умирает резолю сбили 50 хп тоже хорошо пробил ценку на 600 хп убили диза принципе в принципе неплохой импакт от сарк это драки я считаю итог боя включаем видим сларк 983 урона сравниваем его с керрибаном бх 2 400 нанес вот с таким филдом я не могу это жесть вообще чел просто транквилами пайпом и госкептером нанес просто до 40 процентов больше чем сларк бреду которого 40 тысяч творца еще но веселый так спит еще продал я вот смотрю дота 10 лет все все крупные турниры и я в первой жизни вижу такого у скилла я серьезно это 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 жесть вообще просто его запрещено играть на кере нужна комиссия просто ему нужен бан на год да и в колонию подумайте своем поведении так пока заходит нападать на сэйва вдруг замесилась и сэйва замесил но убили мэтью убили мэтью твою и разогнался показ ой вообще не сдается на тут рефрешер тут уже 2 bkb 2 ульт так уже 60 300 ловкости у него 300 ловкости 300 представь у него был бы башер искать в этом моменте а вот и тип 300 ловкости 300 он сделал 71 так вот это кайф вот это повезло вообще как запартило вообще что он за нас и когда жизни не видел чтобы у сларка было похищено 300 ловкости ты понимаешь 300 не говори мне что вот этот парк да он выиграет он заслужил согласись я не верю согласись он заслужил я не знаю он даже а вот он приложил он приложил только что но у него у него у него туман перед глазами а а вот я ж говорю подкручен самая идеальная шмотка на сладко который можно получить бесплатный он шар по сути который сладко занимает и шума придумать и башер да ну ладно это такое ощущение что ему невозможно эту игру проиграть как бы он не руинил просто я да все должны блин да север хоть какие-то криты дает это уже не так удивительно знаешь как предыдущая там и меня больше как-то пугали сейчас а он знать что есть он убьет терзателя то ему деньги дадут за это походу не узнает чего егор кстати выпала секс-машина нормальных с этим машина кстати может еще забавно что типа у них смотри у них на дизе блин к гоним и рефрешер у них же типа на самом деле огромный просто без рафток так напали на полу тиммейт начинает бить но он бежит вот так 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 сладко 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 нет да не пошли и забирать очень 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 большая такая критическая ошибка ну не знаю сами виноваты но реально они же выиграли ну и мы им бог давал эту игру ну по чуть ну по факту ну он ему выключил мозг и он не ослеп на 1 9 99 глаза инвентарь он ему подошел заклеил метарь и заставил предметы покупать в определенной последовательности у него челлендж от донатера с южной америки так на фол нажимает пока паре фрешер блин кается фанда умирать моментами быть байбек о ее ее на полу ульта 0 то и горько и горы чульта на основной демошу то нужно ульту ульту нужно утром то нажимает егор ульту нажимает егор так нужно шторма маны нету нечем продлить так речка егор а у егор не может бить ему книжку дали бойко убили убили шторма без боя егор умрет егор умрет и гором ряд спитал без башера играет боже с ума сойду охренеть у него самый максимальный так спит в игре который возможен у него нету башера на милишнике и диму дайвер посмотрите вот так спит и у него 600 урон еще так и горбой нажал как думаешь как тебе участь не не приподожди ну вот как керри который apple 1 ранг европы как все сошьешь почему ну почему все для быть бум сделали они все равно проиграли но не должно быть такого ну она еще не проиграли все не может искать одновременно я же говорю у него челлендж донатера шестьдесят пять минут шмотка он переложит афигеть а он сию продал ахренеть и у него сразу человеческий билт ладно не но они бы они выиграли не но пока он не прикладывает он думает он думает а нужен ли мне этот машин а надо ли мне вообще его линка против агонированного дома и может быть еще колбу мне цемку не даст и ему такой цемку ты подумаешь из паузы поставлю подумай стоит ли тебе линку против агонированного дома иметь причем агоним у него 20 минут на доме так там и шторм блин челы мне нравится красаться не но я думаю смотри шторм забирает аегис а показ тропает линку берет линку а по это без нет он забирает а из нет я имею ввиду потому что он переложил айтам я понял что он забирает а из поэтому до логики до забей блин вот прикольно прикольная игра и гора кстати классно бил сейчас выглядит а тут просто щас 2-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой а реализация так убили на пол стреляет репрессер от night пола нужно пытаться бирсит рот но славк не лучший таргет на фол идет опять его книжкой боже как этот как это сильно конечно закрыли его 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 а его без бабака его без бабок у него когда байбек его умирает это кг это кг у него 20 таков у него через шар на славке не юзаны нету без без егора нет урона по факту егор это единственный человек на котором эта игра держалась да все они сейчас напишут егор единственный человек на котором эта игра держалась но ссоре но он сделал все что мог он большой молодец вот я я даже ну я реально снимаю шляпы да тут уже вообще ты чё тут уже и пират хэ тут уже тут 32 по своим ловкости тут у него знаешь как он как в ангел арене он уже книжками нажрался на ловкость просто и там уже любого героя перебивает автоматами виспер 13122 эту игру за дайр нереально было просто проиграть вот просто вот что бы ты ни делал ты и не проиграл и так и произошло в итоге но все равно быть бум был хоть маленький шанс за который не могли зацепиться но они но они его но они его потеряли да они вы потеряли они не пошли на ршана не пошли на хг если бы там была муэрта с аегисом никогда бы в жизни бы этот сларк не убил бы ее два раза это было бы просто невозможно плюс у них был бы сыр у них был бы аганим у них был бы рефрешер дополнительный но егор молодец егор молодец потому что сларку чтобы победить нужно было совершить 89 ошибок но егор ему ему достаточно было всего 1 и это одна ошибка решила исход игры да ребят бэдбум занимают топ 18 мажора 2 2 раз подряд и вылетают с турнира на последнем месте так и не выйдя в плей-офф и еджи проходит нижнюю сетку знаешь что еще самое забавное что бэдбум бы еще бы упали бы в самую комфортную нижнюю сетку потому что и они бы упали бы либо на пант либо на эсэр на шопифай спокойно бы могли бы их обыграть а потом бы у них было бы был бы матч либо против лжи либо против талон тоже обыгрываемый соперник абсолютно то есть они могли бы двигаться очень далеко по нижней а в а астер например упали на уже сразу на про ну на того кто проиграет матче гладиатор team spirit то есть и бэдбум еще и сеткой повезло и у них все шансы были для того чтобы на этом мажоре занять высокое место но они видишь типа так дота часто работает но то есть это драфт который ты делаешь когда врагу нужно ну вот ну там не знаю врагу можно сколько угодно раз ошибаться он не проиграет а тебе нужно всего лишь один раз ошибиться чтобы проиграть грустно-грустно ванёк но зато в теме ящу ящу плюсы хоть какие-то я ушел александр левин александр левин александр левин александр левин александр левин александр левин александр левин